Доброе утро, дорогие коллеги! Приветствую вас на интерстриме трейдеров Utrade TV. Меня зовут Игорь Суздальцев, и я начинаю программу «Торговый план» за сегодня, 28 июня 2018 года, четверг. Это трендовый активный день, всех приглашаю к активной работе. Давайте начнем, как обычно, с технического анализа и посмотрим, что день грядущий нам готовит. Биткоин, коллеги, смотрит вниз. Тут ничего с этим сделать нельзя. Да, уровни внизу не пробиты, 6000 вниз не пробито, но такое впечатление, что готовимся. Эфириум вниз, Litecoin вниз, Ethereum Classic вниз, Zcash в плюсе в небольшом, но тоже от хаев отбился, на мой взгляд, тоже вниз. Dash вниз, манера второй день растет. Смотрите, манера растет против рынка, а все остальное печально. Поэтому, если кто-то хочет покупать криптовалюту, это манера. Если кто-то хочет продавать все, что угодно, слабо выглядит рынок. Американский сорт нефти. Ну что, коллеги, надо признавать свои ошибки. Вчера Ток Метти был прав. Вы помните наш спор вот здесь. Я говорил, что уровень 72.40 не пробьют, поскольку он очень такой серьезный уровень на дневном графике. Вчера, правда, закрылись ниже, но в течение этого дня по часам выходили, и прибыль здесь была. И на уровне 73 можно было крыться. 73 вчера показали. То есть, те, кто стояли в лонгах, могли хорошо закрыться. Да, потом спустились опять на уровень 72.40, сейчас чуть выше, и идут вдоль этого сильного уровня. Пробоя пока не видно, но вчера можно было заработать. А сколько, кстати, вчера на этой движухе можно было заработать? Давайте посмотрим на росте нефти вчера. 2 доллара 32 цента можно было заработать. На Даболу-Тяй? Да. Хорошие деньги, слушайте. Те, кто поверили в топ-мете, те заработали. Поздравляю. Далее, друзья. Индекс доллара тоже растет второй день. Смотрите, сейчас 95.04. Растет и все. Вот без всяких аргументов и причин. Ну, понятно, что и сегодня, скорее всего, тренд продолжится. Еврик вниз тоже уперся в сильные уровни. Стучится уже какой день в отметку. 1.15.33, но пока не пробил. Пока не пробил, но тоже смотрит вниз, на мой взгляд. Фунтик третий день подряд смотрит вниз. Японская иена, доллар и японская иена растет. Ну, кстати, рыночно, поскольку доллар вообще растет. Доллар-франк третий день растет. Доллар-канадец. Три дня рос, а сегодня в небольшом минусе. Зайгазила немножко, видимо, растущая нефть сильнее влияет на рынок этой валюты, канадского доллара. Австралийский доллар четвертый день смотрит вниз. Новозеландский доллар четвертый день всю неделю смотрит вниз. Кстати говоря, завтра, я думаю, по австралийцу Новозеландцу. Посмотрите, какая глубокая неделя. Мне кажется, завтра его покупать можно будет. Какой-то корректоз запуском может быть. Вот это, кстати говоря, тема, может быть, завтрашней торговли. Ну, а сегодня, пока он смотрит вниз, конечно, тут ничего не придумаешь. Контртренд торговать рискованно. Золото четвертый день вниз. Серебро три дня вниз. Сегодня пытается отбиться, но тоже пока неубедительно. Ну что, впечатляет, внушает и нефть, и индекс доллара. Давайте посмотрим глобальные новости сегодняшнего дня. Главная новость, без сомнения. Дональд Трамп объявил о том, что будет встреча с Владимиром Путиным. Время и место встречи уточним сегодня. Я вот смотрел, может быть, уже есть какие-то новости, но не увидел. Если кто-то увидит время и место встречи, дайте, пожалуйста, знать. Здесь принципиально важно, это будет до 12 июля, там, саммит НАТО 11-12 июля, или после. Тут они принципиально спорят, что НАТО хочет, что вы сначала с нами встретитесь, господин Трамп, а потом с Владимиром Путиным. Вот смотрим, как решится эта коллизия. Я думаю, сегодня вечером это все объявят. Тем более, что вице-президент США уже назвал темы встречи Трампа и Путина. Майкл Пенс заявил, что лидера России и США обсудят три основные темы. Экономические связи, Украину и Сирию. Все три темы горячие, поэтому, конечно, в середину июля будет весело. Чайна, китайско-американские торговые тарифы могут обойтись, это я читаю, перевожу в новость Глумберга, свежая буквально, фермерам США снижением экспорта на 40%. Это серьезная новость. Американскому сельхозсектору может быть терзик. Кстати, газеты мировые падают стремительно. Дошло до того, что компания Баффета, Биркшир Хафтавой, передала управление медиа-активами сторонней организации. Он набрался 30 газет на рынках, все падают доходы. И вот он посчитал, что сторонняя организация будет управлять ими лучше. Да продал бы, да и все, не мучился. Ну, что ты это, корячишься. Да, Ворон, продай их. Ну, все уже, понятно же, с печатными СМИ все понятно. Далее, друзья, индийская рупия резко упала до рекордной низкой отметки относительно доллара. Посмотрите, кто торгует рупией, может быть, индийские активы. А в чем там такое, так сказать, коренное-то событие. Далее, друзья, Минфин подготовила постановление о снижении беспошлиного порога до 500 евро с 1 июля. Это важно для интернет-магазинов. Владимир Путин подписал закон о блокировке банковских карт при подозрении на кражу. Это серьезный закон. Владимир Путин утвердил штрафы для поисковиков за выдачу ссылок на запрещенные сайты. Тоже пожестче стало. Налоговики сообщают, что с 1 августа ФНС разместит в открытом доступе по всем компаниям и индивидуальным предпринимателям сведения о среднесписочной численности работников и специальных режимов. Позже появятся данные о долгах компаний и ИП. Ну, то есть они делают прозрачный бизнес, чтобы, так сказать, не человек рассказывал о компании, а ты мог посмотреть, есть у компании долги, в каком она состоянии и так далее. Очень хорошее дело. Я думаю, на руками за. Списочный состав, ну, кому нужен, кому нет, а вот про долги – это суперидея. Я думаю, что в мире это везде есть, просто у нас еще не было. Так что мы идем в общем каком-то тренде. Номер мобильного телефона предложили приравнять к паспорту. Охо. Если у меня будет 5 паспортов в виде мобильных телефонов, это как? Не знаю, я вот как-то не уверен по этому. Правительство резко ухудшило прогнозы по экономике и уровню жизни. Интересно, почему. Дальше. Правительство отказалось индексировать пенсии работающим пенсионерам. Министр Силуанов заявил, что их доходы и так растут быстрее, чем у остальных. Ну, не знаю, без комментариев. Друзья, вчера произошло большое событие. Германия проиграла южнокорейцам и вылетела из чемпионата мира по футболу и не вышла из группы. Это впервые случилось с 1950 года. Так что чемпион мира у нас будет уже точно другой. Я вчера посмотрел, как это было. Ну, последние 6 минут это все после 90 минуты случилось. Ну, да. Конечно, сильная история. Далее, друзья. Давайте спросим у монеты, что она думает. Кстати говоря, вчера монета показала бай по нефти. Бай состоялся. Слушайте, монета 8 торговых сессий, 100% попадание. Вот как это может быть? Какой это матанализ? Или мистика? Или что это? Так не бывает. Вообще, впервые подряд 8 дней правильное попадание. Кто поверил, тот уже в шоколаде весь. Сегодня монета не в WTI, августовский контракт. Монете надо очень точно все говорить. Показатель сел. Ну, давайте напишем сел. Я даже уже боюсь по нефти говорить, потому что я как что-нибудь не скажу, так оно не туда идет. Монета запугала вообще капитально. Просто комментирую. Монета сказала сел. Далее, коллеги. Четверг сегодня. О, а сегодня на Украине праздник, день Конституции. О, а так кто у нас будет выступать тогда сегодня? Сейчас я напишу, узнаю. В Новозеландии прошло решение по процентной ставке. Было 1,75, осталось 1,75. Другие индексы и индикаторы. Смотрим. Смотрим. Ну, число первичных заявок на получение пособия по безработице. Вообще этот индикатор как-то так ушел в тень, и о нем никто не говорит. Выступлений нет. Ну, то есть, скажем так... А, стоп, стоп, стоп. ВВП США в 15.30 за первый квартал было 2,2. В четвертом квартале прошлого года за первый квартал ждут 2,2 тоже. Вот в 15.30 ВВП США может, может немножко качнуть рынок. Подводим итоги, друзья. Ну, что, индекс доллара наверх, хотя он с утра прошел наверх, все уже отбился, но такое впечатление, что смотрит наверх, поэтому остальные инструменты вниз. И нефть лезет вперед вообще не знаю как. Но, друзья, сегодня монета сказала sell. Будьте бдительны. Восемь подряд торговых сессий у монеты стопроцентное попадание. Будьте бдительны. Она, наверное, о чем-то нас предупреждает. Спасибо, друзья. Да, и рубль в российский фондовый рынок. Чемпионат мира продолжается. Болельщики пока все здесь. Я не думаю, что какое-то снижение может быть. А вот туда ближе, ну, может быть, даже со следующей недели будем обсуждать отдельно. Сейчас пока не вижу проблем для рубля и российского фондового рынка. Всем удачи, коллеги. Субтитры создавал DimaTorzok